Аптечка для домашних питомцев Сегодняшний наш объект исследования в данном случае это Лук репчатый, алиум цепа, семейство лилейный, лилия цая Цветет в июне-августе, лекарственное сырье, которое мы используем, это луковицы Собираем их осенью В луковицах содержится и лук, сахар, эфирное луковичное масло, фитин, ферменты Сапонины, минеральные соли, витамины, органические кислоты Спиртовая вытяжка лука оказывает влияние на сердечную деятельность Гладкую мускулатуру и секреторную деятельность желез пищеварительного тракта Лук обладает антдельминтными свойствами Из луковичной шелухи готовят отвар 5% который дают телятам По 150 мл через 1 час 4-6 раз в день как противомикробное средство Свежую кашицу из лука или сок применяют при обморожениях, ожогах, ранах Для ускорения созревания абсцессов Дозы лука внутрь Крупнорогатому скоту 30-60 г Нелкорогатому скоту 15-30 г Алил Чеп Спиртовая вытяжка из лука репчатого или лука зеленого В пропорции 1,6-2 к 10 Применяется при атонии желудочно-кишечного тракта и колитах Алил Глицер Готовят из сгущенной вытяжки лука Смешанной с глицерином в пропорции 1 к 1 Это сильное фитонцидное средство Вот такие вот замечательные свойства лука Кстати, некоторые крупные попугаи также могут есть наш лук Мы с вами изучили лук Берегите и любите своих домашних питомцев И они ответят вам взаимностью С вами был доктор Чубуевский Подписывайтесь на мой канал Лайкайте Чем больше лайков, тем больше видеороликов будет выложено в интернете Спасибо за внимание Ну и в качестве бонуса Небольшая табличка, которая поможет вам делать рентген птицам Там указаны показатели, которые нужно выставлять на рентгеновских аппаратах Чтобы сделать снимки рентгеновские для птиц с разным весом Там как раз по весу все и расписано Подписывайтесь на мой канал Будьте в курсе всего самого полезного и нужного С вами был доктор Чубуевский Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!